Кризис Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас на канале мы встречаемся с известной актрисой, общественным деятелем Ольгой Александровной Голодиной. В общем-то, она сейчас настолько активно включилась в деятельность нашу общественную, связанную в том числе с помощью нашим вооруженным силам, защиты традиционных ценностей. Вы постоянно видите ее на каких-то площадках, в том числе сейчас новая программа на новом радио «Звезда Лайф», где главный редактор Анна Борисовна Шафран. То есть сейчас в гуще событий, но начала она свою деятельность где-то года полтора назад, так активно влилась в традиционную общественную повестку. И вот мы недавно встретились, и, честно говоря, грустная была я. Я говорю, что знаешь, как-то мы все время что-то делаем, 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 а результат как-то непонятно что. Особенно меня напрягает ситуация в плане ювенальной юстиции. То есть там, наоборот, эти ювенальщики изобретают все новые средства, все новые какие-то иезуитские методы, подходы, какие-то внедряются новые законопроекты. К конца края этого не видно. Вот. И мы решили все-таки подвести какой-то итог нашей вот этой деятельности. Но и вот Ольга Александровна меня, конечно, порадовала. Она просто напомнила, я действительно тоже, так сказать, восстановила у себя в памяти вот эти моменты очень интересные. Мы все обсуждали эти моменты, да, о том, какие действия нужно, так сказать, произвести в нашей стране, чтобы мы, ну, в конце концов, освободились от какой-то колониальной зависимости, приобрели какую-то независимость, какую-то субъектность, да, какой-то суверенитет от вот этих западных ценностей. И как вот эти путы разрывать, как нам нужно освобождаться, как нужно вот это вот, где это яйцо, это игла. Да, да, вот это мы все обсуждали. И вот у Ольги Александровны был доклад, в частности, на форуме армии, где она, ну, примерно, подытожила вот эти вот рецепты, что называется, да, сказать, возрождение России. Ну, в частности, там, сказать, культурные повестки, да, по традиционной, защите традиционных ценностей. И мы поняли, на самом деле, что постепенно, не сразу, медленно, пошагово, все это, на самом деле, исполняется. То есть вот мы сейчас просто буквально на примерах, да, разберем. Нам-то кажется, что ничего не происходит, вот, да, мы какой-то ведем какой-то физифов труд. Какая катится этот камень с горы на гору, на гору с горы, да. А на самом деле нет. Вот давайте начнем. Например, мы помним с вами, да, как мы участвовали в этом Евровидении позорно. Давайте вспомним. Когда вот эти вот, у нас, естественно, выбирали там самых активных, скажем так, как бы это сказать, да, нетрадиционных певцов. Ну, давай мы все ради скажем, что никто не выбирал, особенно-то, да, их нас поняли. Нет, ну, кто-то же выбирал, значит, а методом отрицательного отбора, да. Вот, ну, прежде чем мы разберем вот конкретно то, что уже делается, я тоже вот хотела бы сказать несколько слов о том, что, ну, во-первых, здравствуйте, уважаемые зрители. И я хочу сказать, что я тоже была, в общем-то, в расстроенном состоянии и периодически так накатывает, да, то, что тебе кажется, ты много чего делаешь, ну, потому что действительно много, а результатов как-то вот, ну, нет и нет. Ну, вот сегодня какое-то у нас время такое, что, ну, не знаю, как у вас, а у меня оно как будто бы летит очень быстро, и кажется, что я, допустим, вот с этими предложениями на армии выступала очень давно, а вот готовясь к этому эфиру, я, в общем-то, поняла, что это было два месяца назад, потому что форум армия стартовал 15 августа, вот. Так вот, 15 августа я как раз и представляла на армии 22 свой доклад «Стратегическая культура как фундамент национального суверенитета Российской Федерации». Должна сказать, что для меня это очень важный был такой, важный был посыл, опять-таки, потому что мне казалось, ну, собственно говоря, и продолжает казаться, что родительские сообщества и консервативную общественность практически никто не слышит. И, коль уж я, ну, приблизительно года два назад стал активно тоже входить вот в общественное пространство и вообще, собственно, вернулась в общественную жизнь, меня в ней не было более восьми лет, так же, как и в кино. Так вот, войдя и познакомившись, к счастью, с единомышленниками и соратниками, вот, в частности, с Еленой Юрьевной, мы много о чем разговаривали, много что продумывали. И вот путем уже своих личных размышлений, разумеется, и ввиду того, что последние несколько лет я читаю лекции и доклады по культуре, по культурным кодам и вообще по новым реалиям мировой политэкономики, куда нас активно зазывают, и чему мы 24 февраля, в общем-то, решили положить конец в том смысле, что мы решили не участвовать в этом. Возникает, конечно, другой вопрос, а в чем мы тогда будем участвовать? Этот вопрос очень сложный, на него сегодня нет ответа ни у кого, потому что до сих пор на мне не представлена идея. Нет этой идеи сегодня, она не сформулирована в наших высших органах власти. Но об этом мы сегодня не будем говорить. А хотелось бы сконцентрировать внимание, чтобы, может быть, в определенном смысле порадовать самих себя каким-то маленьким шажкам, которые уже были сделаны. Так вот, я говорила о том, что нам необходимо, безусловно, отталкиваться от новой стратегии национальной безопасности, которую, вот, Елена Юрьевна, мы с вами уже тоже обсуждали в вашем же эфире, по-моему, полгода назад, хотя мне тоже кажется, что это прошло лет пять уже, честно говоря. Так вот, новая стратегия национальной безопасности, и так же, как и проект указа президента об основах внутренней политики и сохранении и укреплении российских духовно-раственных ценностей, который сегодня тоже принял к разработке Совбез, об этом я также говорила. Так вот, действительно, этот проект указа, а сейчас уже это не проект, а уже просто указ, разрабатывает наш Совет Безопасности. И, то есть, это можно даже, наверное, с этого начать, что вот то предложение, которое я выдвигала на армию, о том, что необходимо продолжить, и о чем вы делали, уважаемая Елена Юрьевна, целый съезд консервативной общественности 5 марта 2022 года. Я до сих пор помню это число, потому что я хотела на него приехать, но у меня были съемки, и я до сих пор помню, что это было именно 5 марта. Так вот, я считаю, что этот съезд был очень важен, и так же важны были наши последующие шаги, то есть мы не остановились на достигнутом, мы не то, что там сказали, да, неплохо было бы, нет, мы продолжили говорить о том, что нам необходим и срочно, вот, потому что если мы хотим отстаивать ту жизнь, которую мы хотим, то есть суверенную, независимую, и в том виде, в котором хотим мы, а не те западные сателлиты, не те пролиберальные чиновники, которые сегодня до сих пор, в общем-то, не покинули своих мест. Так вот, если мы хотим, тогда, значит, нам не нужно останавливаться, и мы не останавливаемся. С чего мы начнем? Ну вот, допустим, последние несколько лет я говорила про то, что нам необходимо перестать принимать участие в Евровидении. Почему для меня это было, вот, знаете, как пункт номер один, что ли? Потому что этот конкурс вовлекает в себя молодежь. И в этом смысле для меня здесь самый большой удар, потому что мы-то как-то разберемся, кто нам пудрит мозг, что нам кто навязывает. То есть у нас есть какая-то база, полученная нами еще в советском времени, когда формировалось наше мышление. А вот у молодежи нет этих подпорок, нет этой основы. И, соответственно, они очень уязвимы. Поэтому для меня как бы пункт номер один всегда было вот монкировать Евровидение, чтобы просто даже разговоров не было у нас на эту тему. Никто от него не отказался, они отказались от нами сами. Вот. И я это расцениваю как некое божье проведение. Значит, все складывается так, как нужно складываться нам для наших дальнейших шагов. Уже. Итак, пункт один. Заказали Евровидение. Да, да, да. То есть мы этот запрос отправили. Мы про него активно говорили. Запрос был услышан и осуществлен. Поэтому, несмотря на то, что не мы сами отказывались, но в любом случае сегодня мы больше не будем, я надеюсь, никогда участвовать в Евровидении. У нас, вероятно, будет какой-то другой конкурс, который мы сами создадим. И, как я уже говорила, вот в своем докладе и в последнее время говорю, на наших глазах ведь сегодня произошла ценностная революция. Потому что сегодня, выйдя из, вернее, как выходя из подзападной пяты, мы таким образом объединяемся со странами БРИКС+. Потому что, несмотря на разность вероосповеданий, религиозных конфессий, которые в этих странах, мы с вами сегодня объединяемся на почве наших традиционных семейных ценностей. А многие страны БРИКС+, этим ценностям не изменили на протяжении всего XX века. И для нас-то это очень ценно. Потому что, объединяясь с такими странами, с такими государствами, с такими сообществами, с такими народами, мы говорим на одном языке. Мы говорим, что для нас это важно. А семья и воспитание детей, и ценность детей являются вообще важным для человечества. Я думаю, что никто из здравомыслящих людей не будет с этим спорить сегодня. То есть, кому бы вы, так сказать, не служили Иисусу, Аллаху Магомету или Будде, значит, есть человеческий нравственный императив, который прежде всего заключается в приверженности к традиционным семейным ценностям. И уже из него вытекает, уже, на мой взгляд, я говорю, как бы вот такие свои рассуждения, то, о чем я и говорила на армии. И из него уже вытекает то, что если вы стоите на этих основах, то, безусловно, вы будете всеми своими силами защищать нравственность. Потому что без нее семья невозможна. Ведь именно с разрушения нравственности и начался распад Запада. Если бы в нем не начался этот распад нравственности, мы бы и по-прежнему с ним дружили. Но именно эта война с нравственностью, которую Запад развязал еще очень давно, и послужила сегодня, в общем-то, нашему разрыву. Потому что тогда, возможно, вообще все. Тогда у дна нет дна. И мы это тоже прекрасно с вами понимаем. Ну так вот. Знаешь, что я смеюсь? А, почему ты смеешься? Вот расскажи. Потому что ты же, наверное, не слушала сегодня сегодняшнюю речь Валдайского президента, которую Песков объявил архиважной, так сказать, христианативной. Нет, нет, я сегодня... А вот он говорил примерно то же самое, что говоришь сейчас ты. Это серьезно. Нет, я могу сказать честно, что сегодня у меня был такой день, когда у меня были просто все, как сказать, источники выключены. Вот. Я сегодня практически вот только что вошла в интернет. Поэтому я ничего не слушала, но могу только в очередной раз порадоваться, да, тому, что вот эти мысли витают в воздухе, они сегодня осуществляются. Другой вопрос, как долго они будут как бы осуществляться уже, вот, так сказать, окончательно, да. К сожалению, я думаю, что не быстро. Но все равно нам нельзя падать духом, нам нужно радоваться вот этим маленьким шажкам. Как когда-то в годы войны вот наши предки рассказывали, как они выживали, там, в блокадном Ленинграде или на оккупированных территориях. Как они выживали? Они каждый вечер говорили, вот день прошел и прекрасно. Значит, завтра будет другой день. Вот будем идти короткими такими шажками. Сегодня все остались живы, а если еще что-то хорошее произошло, так вообще прекрасно. Ну, я предлагаю, собственно, перейти к дальнейшему перечислению того, что уже вошло в работу и, может быть, даже уже какие-то вещи осуществлены. Но предлагаю оставить это на финал. Значит... Давай следующий пункт, смотри, значит, Евровидение. Загасили, так? А вот дальше, да, вот дальше я предлагаю все-таки перейти к Оскару. О том, чтобы отказаться от участия в соискании премии «Оскар», я говорила тоже очень давно. Вслед за монкированием Евровидения необходимо отказаться от соревнований на соискание премии «Оскар» с его новыми правилами толерантности, как потерявшую престиж для развития нашей отечественной культуры. Дело в том, что так сложилась моя творческая биография, да, что вот фильмы с моим участием дважды выдвигались на «Оскара». И я имею представление о том, что это за процедура. Ну, вот наши зрители наверняка, естественно, не погружались вот в такие тонкости. Ну, вот я расскажу. Вот, во-первых, Оскар, сама фигурка. Если вы просто загуглите вот в интернете, что она означает? Ну, там какой-то стоит мужик, нет? Да, вот такой стоит как бы мужик. Но если вот вы закачаете в Google слово «Сокар», то вы узнаете, что это древнеегипетский бог греха. «Сокар», и выглядит он почти один в один с тем, как выглядит статуэтка «Оскара». Как по названию, так и по внешнему облику. И, в общем-то, Голливуд, а я вот как раз на культурной платформе на «Радио Звезда» читаю вот не то чтобы серию лекций, но, в общем-то, это моя авторская программа «Культурная платформа», где я очень подробно рассказываю о тех культурных кодах, которые сеет Голливуд. Вообще любой кинематограф сеет те или иные культурные коды. Любые средства массовой информации сеют те или иные культурные коды. Любые средства массовой информации, будь то телевидение, кинематограф, радио, интернет, являются социальным инжинирингом. То есть это все равно инструмент манипуляции. И Голливуд, как киноиндустрия, как институт социального инжиниринга, был изначально задуман не ради развлечения, а ради управления. Отцы-основатели Голливуда – это… А вот, прекрасно, ты нашла уже. Это Саккар или Оскар? Нет, это Саккар. Все понимают, что Оскар такой же. Ну вот, видите, вот все прекрасно. Мы вот прямо в режиме реального времени. Так вот, отцы-основатели Голливуда – это ведь не кинематографисты, это банкиры, которые в 2013 году создали Федеральную резервную систему США. Я сейчас не буду углубляться в свою лекцию, я ее очень люблю, и я считаю ее просто крайне важной и полезной, потому что именно на голливудском кинематографе последние 30 лет вырастали наши дети. И мы должны понимать, какие же коды в них заложили эти фильмы. Ну, я… А мы ссылочку дадим, у нас на канале есть лекция, кажется… Я, честно говоря, думаю, что я просто сделаю отдельную лекцию и выложу ее вот как-то тоже в интернет. Почему? Потому что программы имеют ограничения по времени, и это нужно тогда вот как бы несколько эфир и так далее, и так далее. Я думаю, что это нужно сделать просто отдельно. Просто последние несколько лет, года так, уже два, наверное, я читаю ее и в родительских сообществах, и в профессиональных сообществах для… прежде всего для продюсеров, для режиссеров. Но ее… вот как бы тема этой лекции необходима сегодня абсолютно всем родителям, прежде всего. Ну, и интересующимся, и сочувствующим тоже. Так вот, значит, если мы понимаем, что отцы-основатели Голливуда банкиры, а изначально Голливуд был создан как институт манипуляции и управления и внедрением тех культурных кодов, которые ну уж никак не способствуют народосбережению, если мы это понимаем, а в результате, ну, в общем-то, я могу это более подробно рассказать, когда вы прослушаете там на другом уже эфире, так вот, зачем нам сегодня принимать участие в этом конкурсе? И зачем нам сегодня из кожи вон лезть для того, чтобы заполучить эту статуэтку? Ну, нет вообще никакого в этом смысла. Более того, несколько лет назад изменились правила, правила участия в конкурсе. То есть есть определенные правила, то есть что должно быть в фильмах, которые претендуют на сыскание премии «Оскар». И туда сегодня внедрили все вот эти пункты про толерантность, про ЛГБТ, про обязательно участие чернокожих, про обязательно герои фильма обязательно должны быть представителями каких-то этих нетрадиционных ориентаций. То есть элементы чуждые, принципиально чуждые нашему русскому культурному коду туда внедрены. И если мы хотим принимать участие в «Оскаре», значит, мы должны нарушать свои культурные коды. А зачем? Вот нам это зачем? Вот что? Ну, будет у кого-то стоять эта статуэтка, а она будет означать что? Что ты вот настолько низко пал, что у тебя даже вот такую статуэтку дали, вот этого Сакара. Ну, вот так же получается. Понимаете? Поэтому нам сегодня просто немедленно нужно было выходить из «Оскара». И я очень рада тому, что на проведенном, в общем-то, фестивале, очередном Московском народном кинофестивале Никита Сергеевич Михалков, председатель Союза кинтографистов Российской Федерации, генеральный директор, не генеральный директор, а президент, президент Московского международного кинофестиваля, президент нашей российской киноакадемии кинтографических наук и искусств, то есть человек, который, в общем-то, главный по кино в нашей стране, он официально заявил о том, что нам сегодня не нужно принимать участие в премии «Оскар». А также и, возможно, в других кинофестивалях европейских класса А. Потому что эти кинофестивали класса А таким же образом преследуют вот эту деструктивную повестку. И я вот еще не договорила про техническую сторону. Вы знаете, что на каждом кинофестивале есть вот эти награды «Лучший режиссер», «Лучший оператор», «Лучший фильм», «Лучшая мужская, женская роль» и так далее, и так далее. Так вот, все вот эти номинации адресованы только американским фильмам. Только американские фильмы могут свои картины уже номинировать на разные номинации. Все другие неамериканские картины могут получить только одну номинацию. Это лучший иностранный фильм. Представляете? То есть вот для того, чтобы, понимаете, перебороть все страны, кроме Америки, в безнравственности и получить вот эту статуэтку за лучший зарубежный фильм, вот мы должны вот таким образом из кожи вон вылезать? Получить памятник греху. Конечно. Вот я, допустим, могу сказать, что в 2000 году на сыскание премии «Оскар» выдвигалась картина Глеба Панфилова «Романова. Венциносная семья». Картина о двух последних годах жизни царской семьи. В этом фильме я исполняла роль Анастасии Николаевны Романова, младшей дочери императора Николая II. На следующий год на сыскание премии «Оскар» от России выдвигалась картина Алексея Учителя «Дневник его жены», которая рассказывала про жизнь в эмиграции первого Нобелевского лауреата Ивана Алексеевича Бунина. Эти обе картины не получили «Оскар», чему я, в общем-то, рада. Но мы можем сейчас судить о том, что тогда, еще в 2000-х годах, вот не было таких жестких правил толерантности. несмотря на то, что эти картины не получили этого «Оскара», но, по крайней мере, они хотя бы имели право выдвигаться. А сейчас, если в какой-то картине нет вот этих необходимых пунктов, вот этих новых правил толерантности, если они не соблюдены, то отборочная комиссия даже и как бы не отберет фильм просто даже на соискание. Понимаете? То есть процедура такая. Вначале от каждой страны выбирается один фильм в год на соискание, дальше из всех стран мира выдвигается пять, и вот уже на самой церемонии из этих пяти выбирается один. Понимаете, да? Вот такая тема. Так что, значит, вот это у нас тоже, в общем-то, вопрос такой решенный уже, можно сказать. Можем идти дальше, если у тебя нет никаких... То есть мы от «Оскара» отказались, если «Оскар» от нас? Нет, в данном случае Никита Сергеевич сам это озвучил. Наверное, послушал мое выступление на форуме «Армия-22». Вот, ну, на самом деле я ведь об этом говорила и на 11-м съезде Советских имптографистов, когда там выступала, и я благодарна тебе за то, что ты опубликовала это выступление, потому что у меня не было своего YouTube-канала, и вот ты любезно это опубликовала. Поэтому... А канал YouTube любезно оставил нам традиционное твое выступление, потому что YouTube, как ты понимаешь, к нам нетолерантен. Но мы сейчас с вами все равно будем находиться на вражеской территории. Это просто, что сильно-то не надо как бы, да, там злить этих... Будем выбирать выражение. Вообще удивительно, да, то есть раньше словосочетание «выбирать выражение» имелось в виду, да, не материться. А сегодня выбирать выражение – это не говорить вообще жизненно необходимых вещей. Да. То есть это вот настолько вот так все перевернулось сегодня. Ну, к нам было. Просто мы как-то для того, чтобы оставаться людьми, должны стать какими-то партизанами. И, в общем-то, все наше... На своей территории, наверное. Да, да. Вот, и, в общем-то, наше консервативное сообщество уже к этому так привыкло, уже все все понимают между строк. Ну и прекрасно. Потому что мы не знаем, сколько нам предстоит еще прожить вот в такой ситуации. И мы не знаем, что будет... Выходить из-под пулья, да, сколько нам придется выходить из-под пулья. Да, да, да. Мы не знаем, может быть, что-то еще там нам введут. А мы уже привыкли там какими-то, значит... Из-под пыли языком, да. Да, 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 совершенно верно. Ну, так вот, идем дальше. Это то, что касается культуры. И вот раз уж мы заговорили про культуру, да, то давай вот мы, если можно... Вот сейчас я сказала о том, что проект указа президента о внутренней политике все-таки разрабатываться совбезом, это прекрасно. Вот. Но вот хочу обратить ваше внимание на то, что вот сегодня у нас есть... Ситуация на сегодня. Хочу рассказать, что же происходит на афишах главного театра страны, МХАТа. Все-таки это Московский художественный академический театр имени Чехова. Он всегда являлся, в общем-то, нашим главным театром страны. Ну, я думаю, что это, в общем-то, понимают многие люди, да. Сегодня им руководит Константин Хабенский. Так вот, сегодня там, значит, две афиши. Это, значит, новая постановка Богомолова, новая, оптимистическая в стиле порно-журнала Татлер. Да, то есть ничего не меняется. А вот 5 и 6 ноября планируется премьера спектакля «Друг мой», который посвящен обаянию инфантилизма и миру, который отказывается взрослеть. Это вот я сейчас зачитала аннотацию к этому спектаклю. Вот именно сегодня, когда в стране военное практически положение, по крайней мере, оно не объявлено официально, но все здравомыслящие люди это, в общем-то, ну, понимают, что сегодня время совсем, ну, немирное. И вот сегодня наши молодежи и зрителям главный театр страны рассказывают об инфантилизме. Или вот, к примеру, режиссер Кирилл Серебренников, который ежегодно хочет участвовать, ну, и участвует, да, в фестивале класса А. То есть это там, в фестивале класса что это? Это Канны, это Берлин, это Карловы Вары, это Венеция, это тоже московский фестиваль и так далее. Значит, Кирилл Серебренников запустился с картиной о нацистском враче Йозефе Менгеле. Вот, понимаете? Такая вот у нас сейчас идет тема. Так он вышел из тюрьмы, что ли, уже? Ну, да, он уже уехал, он сейчас находится не в России. Вот, идем дальше. Я просто как бы рассказываю, что происходит с нашей культурой сегодня. Поэтому нам сегодня совершенно необходим, просто прям совсем необходим сегодня вот этот указ президента об основах внутренней политики. Потому что иначе вообще непонятно, за что сражаются наши воины на Украине. Ну, лично мне тогда непонятно. Вообще хочу сказать, что тут я недавно публиковала такой пост, и так как-то в сердцах написала. Пункт номер один – остаться живым. Пункт номер два – победить. И пункт номер три – что-то убрать всех либералов. И мне подписчики написали, пункт номер три – это пункт номер один. То есть, ну, понятно, да, пока мы не решим эту главную проблему, мы не сможем решить, в общем-то, все остальное. Потому что те провокации, которые мы сегодня видим, они как-то, ну, в общем, сейчас не будем об этом, но, в общем, очень много вопросов у всех людей. Сегодня есть то, что происходит вообще во всех сферах. Абсолютно. Идем опять к тому, что уже реализовано. Для скорейшего продвижения целей стратегии национальной безопасности следует вернуть во все учебные учреждения идеи на воспитательную составляющую. К примеру, хотя бы в крайне общей форме ввести предмет основы политологии, способные полновесно объяснить роль национальной идеи формирования стратегической культуры современной России. Как вариант, можно вернуть в учебный процесс уроки политинформации, как это было в советское время, когда ученики сами делали доклады для своих одноклассников и обсуждали всем классом с классом руководительства внешние и внутриполитические события, учились размышлять, делать выводы, как эти события применимы непосредственно к их жизни. Повторюсь, это было 15 августа. Ну, так у нас же с сентября начались разговоры о важном. Можно, конечно, говорить о том, что, может быть, мы ожидали чего-то другого от этих разговоров, от плана этих уроков. Но я изучала несколько планов уроков. Мне подписчики прислали учителя. Я смотрела фильмы, которые, такие трехминутные фильмы демонстрируют детям, и вот план урока. Меня там ничего не смутило. То есть по заявленным темам, а там, по-моему, это был день учителя, день пожилых людей, все было очень правильно и очень корректно для разных возрастов разными языками. Но я не видела там урока о специальной военной операции. И у меня нет сейчас информации о том, вообще есть ли сегодня в разговорах о важном эта тема. Вот не могу сказать ни хорошо, ни плохо. Пока не знаю. Но суть в том, что с детьми уже в какой-то форме начали вести разговоры действительно о важных вещах. Вот. Это не всегда про спецоперацию. Я отслеживала в соцсетях, что иногда есть, скажем так, сдерживающие такие педагоги, которые... Да, это уже другой вопрос, что сегодня... И я также получаю в комментариях отзывы. Типа не главное сейчас. Ну, знаете. Да, да. То есть дальше все зависит от личности самого учителя. То есть эти трехминутные фильмы дети смотрят, если учитель показывает. А дальше все зависит от самого учителя, какой диалог он дальше с детьми поведет. Если это человек, стоящий там на патриотических позициях, то, соответственно, урок будет подобающий. Но бывают случаи, когда дети вообще своими делами занимаются или какой-то там классный час в это время проводят. То есть у всех все по-разному. Как когда-то Сталин, значит, лозунг сказал, кадры решают все. Вот кадры решают все. Ничего не поменялось. Кадры решают все. Значит, идем дальше. Это у нас был третий пункт. Третий, да, я, честно говоря, не считаю. Так вот, дальше я призывала к тому, чтобы на законодательном уровне исключить употребление в публичной устной и письменной речи, появившейся в последних десятилетиях, англицизма и профессиональные определения. Сменив их на существующие и забытые русские слова. Крайне важно на законодательном уровне исключить употребление в публичной, устной и письменной речи, появившейся в последних десятилетиях, англицизма и профессиональные определения, сменив их на существующие и забытые русские слова. Мы же живем с вами в России, И почему мы говорим с вами очень часто на вот таком американском сленге? Стыдно? Потому что мы живем... Сегодня, сейчас я людям скажу, вот сегодня увидела, что в Думу внесено именно такой законопроект, который запрещает употребление, если нет наших аналогов. Я правда не знаю, что это такое. Говорят, что даже в Бербарис написали ягодки. Ну вот, да, я, честно говоря, его пока еще не успела прочесть. Пока я владею информацией о том, что в России разработают проект концепции государственной языковой политики и лингвистической безопасности для предотвращения латинизации общества, что позволит сохранить цивилизационный суверенитет страны. Вот я так понимаю, что ты как раз говоришь о том, что сегодня это все уже подписано. Вот это прям сегодняшний день, ровно прям, буквально. Ну, что могу сказать? Я очень рада этому обстоятельству. Помнишь, раньше в Советском Союзе было утром в газете, вечером в куплете? Вот так же. Ну да, только хотелось бы, чтобы вот эти, собственно, куплеты, они как-то были действительно не в куплете, а были бы серьезно восприняты. И вот те пункты новой национальной стратегии от 7 июля 2021 года, ну, как минимум, прочли бы учителя, преподаватели школьные. То есть о чем там было написано? Вообще, просто люди, вот наши зрители, откройте, пожалуйста, в интернете новую стратегию национальной безопасности от 7 июля 2021 года. Вы потратите, ну, полчаса времени, ну, смотря кто как читает. Но вы получите представление о том, куда мы сейчас идем, то есть как бы какой-то вектор. И он был задан в 2021 году. И те люди, которые прочли в 2021 году эту новую стратегию, не были слишком удивлены тому, что произошло 24 февраля 2022 года. Ну, потому что там, черным по белому, все было разъяснено. Зачем, почему и как? И куда мы сейчас идем? Повторюсь, другой вопрос и очень много вопросов к тому, что делают сегодня другие чиновники. То есть то, что сегодня происходит, не вызывает у меня, разумеется, никакого восторга. Взять, к примеру, даже вот этот закон о запрете пропаганды ЛГБТ. По сути, это же тоже имеет отношение к проекту указа президента об укреплении традиционных ценностей. Вот скажем... Это прям четвертый уже пункт. Ты уже прям понимаешь, то есть разговор о главном, это вот то, что ты говорил, что нужно, сказать, школьную программу, купить какой-то дополнительный предмет. Это галочка третий. А четвертый пункт, это, конечно, вообще революционный пункт. Потому что, ну, вот если мы сейчас на самом деле, по большому счету, от глобалистской поездки так не уходим. Мы, конечно, скажем так, в микромире, да, в своем делаем какие-то позитивные, мы сейчас об этом говорим, но по большому счету никто не отказался от цифрового констлагеря. Опять эти жучки, значит, это опять СО2. Не только усиливаются, только вот-вот-вот идёт нагнетать. И смотри, и вот эта вот ЛГБТ-повестка, это, конечно же, оттуда же, это понятно, да, это одна из глобалистских идей. И вот смотри, мы не отказываемся от ювеналки, вот я тебе могу сказать точно, точно мы от неё не отказываемся вот вообще, слово совсем, да, мы не отказываемся от цифровизации школы. У нас какая-то есть там риторическая Россия, в которой всё хорошо, но на самом деле, значит, мы не отказываемся, то есть цифровизация школы, она же цифровизация, она же профиль, она же социальный рейтинг, она же вот этого глобалистских концлагеря. Это мы от этого ничего не отказываемся. А вот тут, смотри, раз такой прорыв вообще, вот это реально, для меня это удивительно. Вот знаешь, вот здесь мы чуть-чуть прорвали вот эту глобалистскую блокаду. Вот это действительно, сегодня, кстати, мы с тобой говорим в такой день, вот когда действительно какие-то, понимаешь, эти точки реперные, да, а сегодня же было чтение в Думе. Ну, сегодня, да, сегодня в первом чтении, да. Да, 390 депутатов, прошу прощения, значит, изъявили желание быть авторами. А вот знаешь, вот всегда спрашиваются, а, ребят, а раньше все нормально было? Вчера, да, что вы думали вчера. Помнишь про английского мальчика, который 12 лет молчал, потом сказал, подайте соль. Говорит, а что ты раньше-то молчал? Мы думаем, что ты не мой. Он говорит, да, нет, раньше все было нормально. А тут спрашиваются, а все, до этого все нормально было? Ничего, все, так сказать, и книжки про это лет в пионерском лагере, да, а там, так сказать, и прочая, так сказать, дрянь, вот это вот, это все было нормально? То есть никого ничего не смущало? Театральные постановки, да, там фильмы, вообще ничего, не, 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 никак. Это мы же сколько били порогов? Например, сколько мы извели бумаги виртуальные, да, чтобы вот это достучаться до этих... Всего было потрачено, и я просто хочу сказать, что наши родители, наше родительское сообщество, вы герои, вы герои, потому что именно вы меняете сегодняшнюю реальность. Я не понимаю, как она меняется, я тебе серьезно говорю. Вот где тот момент, откуда, от чего, как его родить, вот эту политическую волю, вот кто-то знает, мне кажется, это, знаешь, это вот, это вот тайна, вот, который, ну, как бы, за открытие которой, да, я думаю, многие люди отдали бы, там, сказать, свои последние большие деньги, понимаешь? Потому что мы не понимаем, откуда, как она рождается, эта политическая воля. Понимаешь, вот не было, не было, и раз тебе, опаньки, вот тебе. Вот можно я скажу свое предположение, оно не понравится чиновникам? Я думаю, что, в общем-то, нет никакой политической воли. Я думаю, что просто настолько сильно наше вот общественное родительское сопротивление, что они просто, так сказать, боятся, как бы это, как бы что ни вышло. Почему они раньше, понимаешь? Нет, смотри. Ну, потому что раньше, может быть, мы не были такими активными. Не знаю, ну, слушай. Подожди, подожди, подожди. Ведь у нас же ведь, в отличие от других стран мира, не было принудительной вакцинации. То есть, как бы она была, но она прошла все равно в достаточной степени мягко в сравнении с другими странами. В сравнении. Да, то же самое QR-коды. А кто вот стоял за всем этим? Это же тоже стали родительские сообщества. Поэтому, если вот так вот говорить, то именно легитимизация, то есть признание народом тех или иных изменений приводит сегодня уже к их легализации. Ну, я же тебе... Ну, хорошо, а почему тогда все остальные процессы, о которых я тебе говорила, они вообще никак не подвергаются? На них политическая воля не распространяется, понимаешь? То есть... Я не знаю, у меня нет ответа. Я так же переживаю. Я так же думаю, ну, сколько можно про одно и то же, и сколько это будет продолжаться? То же самое. И время от времени я так же впадаю в уныние и в расстройство вообще жуткие. Мы же все люди. Я не знаю. И даже вот, кстати, возвращаясь вот к этому закону о запрете пропаганды ЛГБТ. Но ведь речь идет всего лишь о запрете пропаганды. То есть я должна понимать это так, что в принципе ЛГБТ не запрещено, но только пропагандировать его запрещено. То есть я так должна это понимать? Конечно. Понимаете? Поэтому вот есть очень большие ко всему вопросы. Но наша сегодня с вами задача все равно радоваться тому, что уже происходит. Еще раз повторюсь. Прошло всего лишь два месяца, допустим, вот с момента произнесения мной, вот того, что я сейчас говорю. Я озвучила, не помню, или 11, или 12 пунктов. Из них практически половина в том или ином виде уже пошла в действие. Это, безусловно, другой вопрос, что почему не все сразу? И почему так коряво? И почему частично, а не целиком? Но все равно, значит, давай предлагаю идти дальше. То есть я тебя, безусловно, поддерживаю в твоей беспокойстве, сама такая, но... Значит, четыре из наших чаяний, мы уже отметили, да, что четыре из наших хотелок, условно говоря. Ну, четыре там или пять, да, то есть если мы говорим про указ президента, раз, про лингвистическую экспертизу и отмену латинизации России, наконец-то, читаем американизацию России, да, вот, значит, это два, Оскар – это три, Евровидение – четыре, разговор о важном пять. ЛГБТ-6. ЛГБТ-6, но я его тоже, наверное, знаешь, отнесу к пункту, грубо говоря, номер там каком-то, в общем, к указу. Нет, ну что ты. Указ, он как раз-таки больше, знаешь что, он, это, по сути, указ – это, скажем так, квази-идеология, квази-цензура. Вот что это такое. Ну так это же… А это революция. Ну так это же и есть запрет пропаганды ЛГБТ. Нет, там, в общем-то, он регулирует потоки, финансовые потоки на культуру, по большому счету, понимаешь, да. Хорошо. Переводит их в другие руки. Хорошо. Давай тогда пойдем дальше, потому что еще есть что другое сказать. И вот еще один пункт, который я… Ну, я не буду сейчас озвучивать все пункты, которые я говорила тогда. Если есть желание, можете посмотреть это выступление. А я говорила еще о том, что нам необходимо изменить музыкальный формат, музыкальный эстрадный формат на радиостанциях для… на транслированных произведений русских, российских авторов. Мы же включаем любое радио, да, и у нас там звучит какая-то англоязычная музыка. А если это русская музыка, то это какой-то шансон или какая-то галимая попса. Так вот, значит, речь шла вот об этом, о том, что вернуть нам нашу русскую музыкальную культуру. Когда мы в последний раз на радиостанциях слышали романсы? Вот когда? А когда мы слышали по-настоящему красивые народные песни? Не те, которые там в приложении ансамбля Бабкиной, а вот то, что мы… То, что ласкает слух, вот то, на что сердце откликается. Вот это подлинное, аутентичное. Нам, конечно, могут сейчас сказать о том, что подлинная русская пепческая культура аутентична, ее невозможно слушать, потому что какие-то там бабушки воют. Нет. Нет. Я по первому образованию музыканты, я знаю, насколько потрясающе звучат русские народные песни. Да вообще, наверное, и любые народные песни. Если они сделаны со вкусом, сделаны людьми, которые, знаете, ходят смотреть шедевры мировой классики или слушать. То есть людьми образованными и не потерявшими здравомыслие и вообще сохранившими в себе чувство прекрасного. Вот. Значит, такие песни есть, такие композиции есть. Достаточно всего лишь нам на секундочку вернуть наши записи фирмы «Мелодия», которые сегодня проданы в частные руки. фирма «Мелодия» проданы в частные руки. У меня нет сведений о том, что она вернулась, к примеру, там, в лоно государства. У меня нет таких сведений. Может быть, в комментариях кто-то напишет, что это уже произошло. У меня такой информации нет. У меня есть информация о том, что «Союзмультфильм» был куплен Грефом. Киностудия имени Горького, по сути говоря, тоже куплена Грефом. И все материалы фирмы «Мелодия» переданы в некие частные руки. Вот эта информация, которая есть у меня на сегодняшний день. Если что-то изменилось, пожалуйста, напишите, порадуемся вместе. Так вот, возвращаясь к эстрадному формату. Он, конечно, сегодня не поменялся, но я-то, знаешь, чего для себя отметила? То, что даже вот даже на патриотическом концерте, ну, это патриотический концерт, но уже, в общем-то, звучали люди, которых мы и сами слушаем в интернете. Была Чечерина на Красной площади, которой 8 лет не пускала вообще ни одно радио. То есть, я вижу, что опять вот какие-то шажочки делаются. То есть, мы видим какие-то подвижки. Да, пока только на патриотическом мероприятии. Впереди Новый год, посмотрим, что нам преподнесут каналы. Честно говоря, я давно не смотрю никаких «Голубых огоньков», не знаю, что они там преподнесут. И, в общем-то, иллюзиями себя не тешу. Но надежда есть. Ну, смотри, мы можем отметить, что физические насилия, носители этого, ну, как бы, всякой шняги, они тоже свалили. Они не иностранные, они наши, но нести они шнягу. Там всякие свалили. Там Пугачева, да, например. Но я... Они свалили, но она не сама по себе, скажем так. Это символ эпохи, и грех его рушить. Да, я против того, чтобы символ эпохи, скажем так... Давай тогда, хорошо, давай тогда мы определимся. Она была... Но это человек... Она была символом эпохи во времена Советского Союза, когда была цензура, этическая цензура прежде всего. Тогда она была символом эпохи. Дальше началось вырождение. То есть как только цензура исчезла, она стала пить то, что она хотела, а это деструкция в чистом виде. Ну, даже не это главное. Главное, что она как бы крышевала всю тусовку. Крышевала, конечно. Она была такой смотрящей, я так понимаю. Нет, это реально так. То есть это действительно... Ну, как бы вот... Есть говорят в законе, да, она такой же была авторитет, без которого там не происходили никакие явления, да. То есть Петросян контролировал и контролирует, может быть, сейчас всю эту эмористическую тусовку, да. А Пугачева всю попсул. Поэтому что тут, скажем так, это, значит, соответственно, это тоже какой-то знаковый момент, то, что человек уехал, да. Момент знаковый, ну вот, да. Уехал Чубайс в знаковый момент, потом уехал Пугачев в знаковый момент, умер Горбачев в знаковый момент и так далее. То есть живем во времена знаковых моментов. Ну, такой детокс, да? Ну, детокс, конечно. Информационный и культурный детокс. Ну, опять слово детокс, то есть очищение. Да, прошу прощения. И вот сейчас я хотела бы поговорить как раз о том, что... Что с нами произошло. Все пункты мы перечислили. Все, как бы с этой частью нашего разговора мы, так сказать, закончили. Все, мы их перечислили, у нас получилось шесть пунктов, которые уже претворяются. Как я сказала, там половина. Вот ты знаешь, что мне бы хотелось очень затронуть? Вот мы сейчас с тобой ведь тоже не случайно ошиблись, сказав слово детокс. Потому что вот эта американизация, латинизация и вообще вот модели поведения в нас въелись. Они стали для всех нас привычными. То есть вот тот насаждаемый 30 лет американский, западный, культурный кот в нас очень въелся. Возьмем отношения между людьми. Ну, ведь это же катастрофа. Женщинам внушают, что? Что она лучшая, что она прекрасная, и зачем ей вообще семья? Она самодостаточна, она сейчас может пойти и делать себе карьеру. Мужчинам там что внушают? Что на самом деле не нужно быть никаким мужественным, не нужно быть сильным. А уверен ли ты, что ты точно ли вообще мужчина? То есть детям то же самое же говорится, да? Детям говорится о том, что родители, они совершенно не обязательно пьедестал или какой-то пиетет по отношению к ним совершенно не обязательно испытывать. Они люди, они могут ошибаться. И если они ошиблись, пожалуйста, нет ничего страшного, там приди, напиши на них заявление заучили директора школы. Да? То есть появились вот эти телефоны доверия, то есть это вот это лазейка юринальной юстиции. Если говорить про родителей, что им внушают, про либеральные вот эти детские психологи, они им говорят о том, что ребенок – это личность. Ребенок родился, и вам не нужно его воспитывать. Он вас будет воспитывать, и он вам будет говорить, как вообще с ним поступать. А вы только, пожалуйста, удовлетворяйте его хотелки. И что сегодня мы имеем? Мы имеем детей, действительно, которые в большой своей степени очень подвержены инфантилизму. Мы имеем взрослых, которые вообще не понимают, что нужно делать с детьми, как их правильно воспитывать. им же говорили, что вроде воспитывать не надо. То есть я хочу сказать, что во всех, не могу сказать, что во многих, во всех сферах нашей жизни просочилась вот эта либеральная идеология. И когда мы говорим о том, что либералы сидят наверху, а мы белые, пушистые, но это тоже не совсем так. Потому что внутри вот своей семьи, но не у всех весь порядок. и то вот к чему я как бы призываю в последнее время и думаю, что ты согласишься со мной, вот внутренняя мобилизация, она из чего вообще состоит? Вот помнишь, Чехов говорил, необходимо по капле выдавливать из себя раба. Так вот нам же сегодня тоже необходимо отслеживать свои мысли, отслеживать свои хотелки, отслеживать какие-то вот свои привычки и догмы, которые вот на какой-то на каком-то подсознании нам внедрили и подвергать все критическому анализу. То есть если ты захотел сделать то-то или то-то, допустим, посмотреть очередной американский боевик, он же классно сделан, да вообще круто, классно сделан. Там вот ты сядешь и у тебя будет полтора часа крутого зрелища. Ты понимаешь, что это будет? Да, понимаешь. А задайте его, а зачем? За каждым вот этим крутым зрелищем будет очередное какой-то там условный 25-й кадр, который будет тебе рассказывать о каком-то совершенно другом мироустройстве, о каких-то совершенно других взаимоотношениях между людьми, о какие-то другие отношения. Если в основе либерализма лежит свобода личности, значит, все эти другие отношения, которые навязываются нам через голливудские фильмы, а мы говорим, что любые средства массовой информации это институт социального инжиниринга, значит, соответственно, вот эти нормы, они говорят о том, что бери от жизни все, живем один раз, и необходимо тебе делать только то, что хочешь ты. Ты же должен состояться как человек. Зачем тебе обращать внимание на общество? Вот о чем идет речь там, в каждом фильме, не говоря уже про те трансгуманистические идеи, которые сегодня заложены там в каждый, не знаю, второй голливудский фильм. Об этом, конечно, нужно говорить отдельно, то есть то, во что сегодня превратился Голливуд, и чьи конкретные идеи сегодня они преследуют, то есть каких банкиров. Если раньше голливудские кинофильмы всего лишь были таким популяризатором каких-то бизнес-проектов, не знаю, там в фильме появилась баночка Кока-Колы, и тут же зрители пошли и купили себе ее, то, что мы сегодня называем продакт-плейсменом, и это просочилось тоже и в наши фильмы, то есть вскрытая реклама в фильмах, то сегодня это уже скрыты трансгуманистические идеи, которые нам говорят о том, что мир несовершенен, земля плоская, там условно говоря, и зачем тебе вообще здесь жить, человек – существо очень несовершенное и вообще какое-то полусумасшедшее, не надо вообще с людьми общаться, иди в виртуальный мир, вот там тебе будет счастье, там ты будешь героем, там ты будешь королем, никто тебе там не будет давить ни на какие мозоли, этот же основной посыл сегодняшних голливудских фильмов, то есть увод от реальной земной жизни, вот, это я так подвешиваю вот этот вопрос, подвешиваю эту как бы мысль, потому что ну скоро все-таки мы должны закончить, да, наш эфир, подумать над тем, что мы делаем сегодня, насколько мы добры по отношению друг к другу, и сегодня, когда нас очень всех будоражит и внешнеполитические события, и внутриполитические события, а можем ли мы вовремя успокоиться и спокойно поговорить с ребенком о том, что его тревожит? Вот это такой прям важный вопрос, ну, ведь детство не вернуть, и каждый день ребенок что-то осваивает, ваши же модели поведения, и если сегодня вы машете на ребенка рукой, то, ну, понимаете, это он что-то будет потом дальше к своим детям относиться, то есть к вашим внукам, сегодня на всех нас лежит какая-то очень тяжелая ноша, ну, как говорится, да, не бывает непосильной ноши, да, как точно, Элин, как она говорится? Бог дает каждому по силам, да, по силам, да, и сегодня, в общем-то, каждый на передовой, нельзя так сказать, что если мы сейчас чего-то там говорим в Ютюбе, а вы нас слушаете, то мы на передовой, а вы нет, 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 сегодня все на передовой, все, потому что передовая это ваши дети, это ваше будущее, а вы на передовой, вы его формируете, вот эти коды, вот эти модели поведения, все, что сегодня делаете, вы все перенимают дети, и особенно важна, важна роль женщины, как хранительницы домашнего очага, невероятно важна, быть красивой, быть приветливой, быть спокойной, а как она может быть спокойной, если она там сидит в интернете и вся вздрючена, да, нет, значит, пошла в лес, походила, там успокоилась, что-то такое там с собой сделала, но то есть это необходимо делать для того, чтобы, как сказать, необходимо себя содержать вот в такой, в чувстве прекрасного, несмотря на военное время, вот он для нас, для всех сегодня необходима вот такая мобилизация военного времени, а значит, вот наше поведение должно быть сообразно вот нашему военному времени, я вот хочу рассказать, я же закончила Щукинское училище, оно на базе Вахтанговского театра, так вот, в годы войны наши великие вахтанговцы, которые в большинстве своем воевали, ставили спектакли, а вот как вы думаете, вот кто не знает, какой спектакль они поставили в годы войны? Золушку. Ты близка, принцессу Турандот, понимаете? Или, допустим, мы вспомним Василия Теркина-Твардовского. Нам необходимы положительные эмоции, потому что они дают нам чувство уверенности. Именно положительные эмоции сбрасывают с нас чувство страха. Нам вообще сейчас не надо этого вообще никакого, никакого ни страха, ни лени отменяем. Я как Кашпировский, отменяем страх и лень. Нет больше этого в вашей жизни. Гоните поганой метлой эти качества, эти чувства, состояния. Недопустимы сегодня, а наоборот. Спокойность, рассудительность. Лучше лишний раз вы не узнаете про какую-то новость и сохраните семейный лад. Чем вы будете в курсе всего. Но оно через 5 минут опять переменится, потому что сегодня такое время. Сегодня все очень быстро меняется. Вы все равно не успеете за новостями. Это как когда-то говорили про моду. Мода через секунду стала уже старомодной. Вот такой же сегодня информационный поток. Новость свежая была секунду назад. Сегодня, а вот в эту секунду она уже прокисла. все очень меняется. Вот. Ну, мы что, закончили, скажем так, реестр наших побед? Мы реестр на сегодняшний. Мы не то, что закончили, да, мы как бы просто перечислили, что у нас сделано на сегодняшний день и, собственно, ждем продолжения. Да, да. И работаем дальше. Есть намеченные, правильно, ориентиры. То есть мы потом тоже... У нас есть намеченные ориентиры... Жесткие, конкретные ориентиры, да. Чего хочет народ. Программа у нас есть, программа. И она выполняется. Программа, которую, вот я тоже, извини, что я говорю там я, 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 но, ну, хорошо. Мы, могу сказать мы, но суть в том, что есть у каждой страны должна быть своя стратегическая культура, которая определяет идеологический и культурный вектор развития поколений. Вот она называется стратегическая культура. Именно об этом я читаю свой доклад, именно об этом я говорю, о том, что у нас, наконец-то, должна быть простроена, создана, определена наша стратегическая культура. Я считаю, что важнейшее измерение безопасности это культурная безопасность. Концентрирована она выражается в понятии стратегическая культура, которая вмещает в себя всю совокупность политических средств и должна служить прежде всего национальным интересам государства. Ведь культура это смыслы, это символы, это ценности народа, которые воспитывают, которые направляют. Особенно это важно, говоря о нашей детях, о нашем поколении, на кого мы землю оставим. Могу, ты знаешь, чего добавить? Про то, что вот мы говорим сейчас с тобой на твоем канале, а ведь ни в какие советы я не приглашена. Я не являюсь ни депутатом, ни там каким-то, не знаю, просто докладчиком на каким-то... Это будет, Оля, очередная победа. Когда тебя пригласят в совет к культуре при президенте, понимаешь, при комитете, в смысле, или при Государственной Думе или так далее, когда меня, понимаешь, введут в совет Минтруда или там, где вот эта вся каша и вина заваривание. Вот я тоже с тобой хочу сделать эфир о тебе, потому что ты тоже делаешь просто за гранью всего. Мы обязательно вот... Мы про меня сделали как бы про вот эти достижения на твоем, а вот на моем канале, который я тебя тоже попрошу потом поставить, я хочу, я хочу, чтобы зрители наши узнали, что... какую вообще работу ты делаешь. Вот это будет тоже очень важно, чтобы ты поделилась своими победами. Это вот... тоже очень существенно, потому что так они как-то вот за кадром тоже остаются. Как бы сделано и забыли, но ведь это же сделано. Спасибо тебе. Тебе спасибо большое. В общем, наша стратегическая культура, мы вот, да, на этом пока остановились, наша стратегическая культура, ее основы должны быть определены, должны быть закреплены и, в общем-то, должны быть назначены люди, которые будут которые будут ответственны за выполнение тех или иных задач нашей стратегической культуры. Вот. Вот это самое важное на сегодняшний день наша с вами задача, потому что культура определяет все стороны нашей жизни. Без культуры не обходится ни одна сфера, там, ни наука, ни образование, ни военной дисциплины, ничего не существует вне соседства с культурой. Это то, что впитывает ребенок с молоком матери, дальше вот в первые годы жить и так далее, и так далее. Это и есть культурные коды. Если ему читают, что такое хорошо и что такое плохо Маяковского, ну, значит, не знаю, значит, вот у него определенная дорога, а если он смотрит какие-то западные комиксы, у него уже другая дорога. В общем, наш эфир заканчивается, так что большое спасибо за внимание. До новых побед, до новых встреч. Пока. Спасибо. Всем всего самого доброго и прекрасного. Я убеждена, что сегодня необходимо всем культурным и научным сообществам осознать, что именно стратегическая культура является фундаментом национального саворитета нашей страны и незамедлительно предпринять шаги в освоении стратегической культуры и внедрении ее в свою деятельность. Продолжение следует...